Давай. Так, это не мне. Сейчас, я тут... Что? А, ладно. Все, работаем, да? Так. Всем здравствуйте, меня зовут Алексей Дмитриев, я сотрудник лаборатории искусственных квантовых систем. Вот, сегодня наш журнальный семинар, и я вот выбрал такую статью, чтобы ее рассказать. Значит, ну справа кратко результаты, вот если кому некогда слушать, то достаточно, все, что в статье написано, перечислено, да. Ну, вообще говоря, вот если в качестве введения, да, то вот эта статья, она такая, ну, в общем-то, proof of concept, да, то есть она достаточно короткая, вот, и мы ее быстро расскажем, вот, но она впервые показывает когенентную динамику, значит, связанных состояний вот в так называемой андреевской квантовой точке. Вот, я попытаюсь рассказать, что это такое. Вот, конечно, это немножко такая сложная тема, как бы так, я сходу не во все уехал, но меня подкорректируют, я надеюсь, если я что-то неправильно буду рассказывать. Вот, значит, ну, если кратко дарю результаты, то впервые вот измерили когенентную динамику состояний квазичастиц в такой квантовой точке внутри точечного контакта. Я скажу немножко, что такое точечный контакт и что такое квантовая точка. Ну, в частности, вот они сделали фактически потоковый кубит, то есть петельку в центре, ну, не в центре, а, значит, разорванную квантовой точкой, так называемой. И посмотрели, как она, засунули ее в резонатор и посмотрели спектры, значит, этой квантовой точки. Ну, и в частности, когда спектры нашлись, они смогли подать импульсы на эту точку и измерить все обычные импульсные измерения для кубитов, то есть терабиодинамику, рамзиосцилляции, спинного эха. Вот, и что особенно удивительно, учитывая, что, значит, впервые такая система была, в когенетном режиме изучена, еще достаточно приличные времена получились. То есть, как бы, она даже еще неплохо работает. Ну, это и есть кубит точка квантовая. Да, сейчас я расскажу, сейчас все будет. Да, значит, ну, в частности, один из выводов, которые они делают, что когенетность не зависит от прозрачности барьера, но это я тоже расскажу. И они видят переключение вот внутри этой точки, то есть между возбужденным и основным состоянием. Вот, ну, теперь, значит, я сделаю некоторое общее введение. Так, у меня мышка работает, да, еще? Где мышка? Начнем мы, значит, с такого объекта, как квантовый точечный контакт. Ну, вообще говоря, вот если обсуждать транспорт, да, в какой-то наноструктуре, то есть вот у нас есть... Так, а у меня, значит, как это сделать-то, да? Не работает, да? А, работает. Значит, вот, допустим, у нас есть какой-то мостик, да, где, значит, два проводящих берега, они соединяются с мостиком, и какой-то там электрон, да, значит, который переносит ток, он в этом мостике распространяется. Вот, ну, понятно, что есть разные режимы проводимости. Самый такой режим, можно сказать, классический, когда этот электрон много раз сталкивается с какими-то примесями, вот, или дефектами решетки, то есть это в случае, если у нас там грязный материал, или если у нас, что там, температура высокая, наверное, тоже будет влиять. И, в общем-то, это диффузный транспорт, то есть, как бы, электрон ведет себя как такая классическая частица. Вот, но в этом случае, вроде как, мы можем описывать просто удельной проводимостью, да, вот, все, что здесь происходит, то есть записать там законом о честь проводимость. Вот, ну, опять же, если мы начинаем повышать частоту материала, то это увеличивает длину свободного пробега частицы, это L, вот, а W-это ширина вот этого, характерная ширина вот этого проводника. Вот, в какой-то момент у нас соударения становятся очень редки с рассеивателями, и мы можем перейти в так называемый баллистический режим, когда, в общем-то, частица, которая попала вот в эту область, она начинает, как бы, ну, она не сталкивается, она просто проходит, там, соударяется со стенками, конечно, да, то есть, с границами, но при этом, как бы, вылетает, значит, не столкнувшись ни с чем внутри материала. Вот, ну, в принципе, в этом режиме, наверное, понятно, что нельзя уже ввести удельную проводимость, вот, имеет смысл лично так называемый контактанс, то есть, это просто фактически проводимость этого, значит, полная проводимость вот этого вот мостика. Она, в частности, не зависит от длины, ну, потому что, как бы так, грубо говоря, все, что сюда попало, то, в общем-то, и фактически выйдет вот с другой стороны. Вот. Теперь следующий вопрос. Значит, да, с баллистическим режимом более-менее понятно, а вот все-таки мы знаем, что электроны – это волны, да, что электрон-то не совсем частица, и, в частности, в простейший случай проводника электрон находится на поверхности фермы сферы, да, то есть, есть заполненное, значит, заполненное состояние, электроны, которые в них сидят, не участвуют в проводимости, потому что им некуда рассеиваться, и есть состояние вблизи поверхности фермы, вблизи сферы, где эти электроны участвуют в проводимости. Так вот, эти электроны, они обладают характерной длиной волны, вообще говоря, и, в принципе, можно подумать о том, что мы сделаем настолько узкая настолько узкий мостик что длина волны сравнивается примерно ширина от этого мостика вот ну конечно можно посчитать примерно чему равна длина волны ферме чтобы понять это вообще реалистично или не очень ну вот для металлов оказывается да значит самая грубая оценка да это волновой вектор это примерно вот я не знаю я сейчас напишу может неправильно я не помню вот волновой вектор это примерно концентрация в 1 3 степени до пропорционально значит где она так концентрация носителей в проводнике кофе раме нужно написать наверное понятно как это получить да вы просто все заполняется когда электроны закончились внешние электроны сидят на как на сфере какого-то радиуса вот можно посчитать какой радиус к пространстве вот и значит для металлов где концентрации носителей 10 20 там какой-то до 4 5 8 зависимости от металла с получается очень маленькое значение то есть характерно длина волны ферме меньше нанометра то есть у нас сопоставима с атомным состоянием между атомами вот ну ясно сейчас на все никакой обычной фабрикации до по типу электронной литографии там или фото литографии или травление ионным пучком вы не получите такие размеры то есть это как бы не очень достижимо вот ну в частности за то вот если возьмете не металл а двумерный электронный газ надо пояснить что такое двумерный электронный газ да надо ведай да значит короче гарает такая обычно полупородниковая структура где значит например сделано так что электроны очень ограничены значит по значит движение электронов ограничено в одном направлении каком-то по оси z вот они свободно двигаются значит по вдоль плоскости это обычно полупроводниковых гетероструктурах происходит там что-то типа там арсенит галлия да значит галлий арсенит алюминий галлий арсенит например ну вообще-то их там очень много может быть вариантов вот но смысл в том что теперь у вас то есть это вот такая плоский проводник в нем гораздо меньше носителей то есть характерная концентрация носителя это 10 в 12 насколько я помню вот но если вы почитаете длина волны ферме характерно это гораздо больше размер то есть это порядка сотни на метров вот то есть принципе значит можно сделать можно сделать такой мостик которым ширина сравним из длиной волны ферме но и вот оказывается что есть эту задачу можно решить точно можно просто посчитать проводимость такого значит мостика чем она определяется на определяется тем что когда вы делаете очень узкий мостик у вас уже становится важным квантование электронов вот вот в этой области то есть у вас условно говоря да есть стоячие волны до с длиной лямбда ферме и число электронных состояний тут ограничено вот по этому направлению если грубо говорить но вот оказывается что вот сколько состояний здесь помещается зависит от ширины мостика и в принципе вот есть эффективное выражение для вот n это число каналов проводимости то есть сколько условно говоря сколько элементарных состояний электрон состояний можно поместить вот в этом мостике ну я дальше оказывается что можно посчитать значит в этом случае кондактанс и он просто зависит от значит физических констант фундаментальных да я числа каналов вот ну а на практике это делается то есть нужно просто вот такой гейт поместить да и значит прикладывать ему напряжение и вы как бы вы носители выталкиваете вот из этой области мы получаете эффективно сужение то есть там где есть проводимость вот и экспериментально она значит квантуется в таком очень узком мостике то здесь вот как раз по оси на этой картинке экспериментальной это первая демонстрация квантование кондактанса да вот чем короче от напряжения на дети зависит эффективность ширина вот этого значит сужение ну и чем соответственно чем меньше рина тем меньше квантов проводимости квантов кондактанса помещается вот здесь да то есть соответственно проводимость это тоже величина которая квантуется и вы можете значит посчитать вот с чему равен кванта проводимости точнее обратная величина кванта сопротивления это примерно сейчас скажу 26 кило он до например 25 25 с чем-то вот если спиновое вырождение брать двойку там получается половина то есть 13 около 13 килом короче это в любом мостике да то есть ну точнее как но экспериментально вот это получится на двумерном электронном газе по понятным причинам метод то же самое можно сделать только на делать меньше мостик да в принципе да вот да да ну то есть я так понимаю что выгода баллистические то ладно вот это условие это гораздо хуже чем баллистический поэтому тут как бы ясно что транспорт сейчас станет баллистический но это либо очень да да значит ну баллистический понимает что очень чистый или очень короткий или той другом там зависимости да то есть на наверно сначала чистый а потом короткий надо сделать ну то есть ну то есть но это как бы такая отдельная тема вот так какой следующий слайд интересно да значит вот теперь мы значит поменяем тему поскольку это некое введение вот я расскажу совсем про другую вещь я расскажу про то что я понимаю про андрейское отражение всех проводников значит андрейское отражение такой механизм значит мы забыли пока про сужение вот теперь другое обсуждаем значит ну как известно значит между двумя берегами сверхпроводника есть можно сделать так называемую слабую связь слабая связь бывает различных типов есть туннельная слабая связь да когда значит у вас два сперва дни к находится значит непосредственно не соединяются но разделены каким-то слоем нормального металла или диэлектрика а есть так называемая есть соответственно связь когда у вас они входят в контакт вот но вот оказывается что можно придумать некий можно описать некий общий механизм распространение только через такую слабую связь значит он состоит он называется андреевское отражение значит чем состоит этот механизм если куперская пара подлетает из сверхпроводника к границе раздела да то значит она не может ясно попасть в эту область потому что это не не сверхпроводник например и соответственно есть такой процесс когда возникает значит пара электронная дырка так а что дальше там будет а ну да дальше будет некие пояснения которые будут такие качественные может быть это все неправильно если я буду ошибаться меня вот она в общем возникает такая пара электрон дырка электрон двигается по направлению до откуда пара летела дырка противоположно и эффективно это приводит тому что как бы заряда тот же самый заряд 2e он распространяется от одного сверхпроводника до другого ну и дальше соответственно вот на 5 на границе то есть ну это все происходит одновременно как бы да потому что это все маленький слой и вот вся плодящая пара вылетает опять из другого берега и соответственно она как бы проходит эту слабую связь вот значит да ну на самом-то деле это не совсем электронные дырки вот потому что вот это некий спектр возбуждений дал квазичастичные которые называют еще боголюбские квазичастицы вот так вот конечно оказывается что вот эти частицы они тоже могут претерпевать вот то о чем мы говорили на прошлом слайде то есть поскольку вот эта область она какая-то очень маленькая да либо эта область значит тоненький тоненький слой диэлектрика либо это значит узенький мостик тоже коротенький узенький то они тоже могут тут испытывать размер на квантование то есть соответственно можно решить задачу а какие возникают уровни до для этих квазич частиц вот в этой области в слабой связи вот значит да и соответственно возникает вот то что называется андреевские связанные состояния да и можно показать соответственно это общий результат значит как он получили они не расскажу но я примерно понял в чем результат состоит он стоит в том что в принципе вот свойства этих состояний скажем так в большой степени описывают то как транспорт будет осуществляться через эту значит слабую связь то есть понятно что да значит поскольку вот эти частицы они переносят как бы ток до между всех проводниками то получается что вот какие там уровне есть андреевский уровень так он примерно этот ток и протекает вот соответственно да ну и принципе вот есть другой значит обратный процесс да когда пара двигаться в другую сторону что тут еще есть да и вот оказывается что я сейчас говорю в общем да то есть я значит рассказываю про все слабые связи на слабые связи все разные то есть туннельный контакт туннельный контакт характеризуется тем что как бы его эффективная прозрачность очень маленькая да то есть мы знаем что что мы знаем про туннельные контакты что параметр порядка там как бы равен нулю строго да то есть если это изолятор то есть это не начнет не значит как это ненавиденность оправдимся просто 0 но несмотря на то что в слое изолятора дельта 0 то как бы значит конденсат да может как бы чувствовать соседний конденсат вот поэтому вот эти состояния спектра этих состояний он зависит от фи естественно поскольку эти ну это нести не очень я не знаю как правильно объяснить но он зависит от фи потому что ну в общем то да вот эти плази частицы они значит в общем то возникают как возбуждение конденсата вот а свойство конденсата в частности одно из свойств это фаза да значит макроскопической функции вот и вот оказывается что для туннельного барьера как бы ну это в общем то и понятно вот спектр он так не зависит от фи он такой плоский то есть это как бы получается что тот переносится квали частицами которые фактически вот нормальный квали частицы объем сверхпродники да то есть них энергия дельта вот я честно говоря я до конца так и не понял это для случая изолятора это тоже работает какой-то если это исисконтакт это правильная картинка тоже возникает такие если сисконтакт с а из то есть их вообще нету если это из контакта сейчас а разве а разве там не так а разве не так не так получается что они могут проникать как бы ну за счет неопределенности какой-то то есть они все но можно их ввести потому что они они не спектр у них как бы так определенный то есть он и в объеме то какой-то определенный ну значит имеется ввиду все-таки прозрачность для как бы пары да то есть что видит пара то есть есть панельный контакт ну то есть значит они не возникают в значит в изоляторе да их нет как бы их не возят да а нет смысле нет я имею ввиду я имею ввиду я стоит у то есть в изоляторе это неправильно да так нет значит нет вообще говоря вот попаду имеется ввиду прозрачность самого самой слабой связи как я понимаю полный да ну вот почему то вот я посмотрел утверждается что там где туннельный барьер то есть там у вас всегда д гораздо меньше единицы то есть я так понимаю идет сравнивать нет но тогда так тогда вы писали вот как то так то есть тогда бы нужно было действительно писать вот такую структуру ее как бы изучать почему то есть что там всегда что то есть да не ну ты здесь можешь вот он нарисован вот так что все таки есть спектр вот этих андреевских частиц или боголюбских частиц в изоляторе или их там нет вообще вот 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 это я сейчас ночи я не понял могут ли они быть вот в изоляторе если это тонкий слой не может быть да ну то есть это только идет хорошо а эти состоят обычно электрон не могут разве так же оказываться то есть у них нет состояния куда куда туннелировать ладно хорошо ну понятно значит тогда да везде где-то где соответственно имеется ввиду туннельный барьер до с низкой прозрачности вот ну и как бы значит там там где низкая прозрачность там оказывается да вот чтоб найти экспека надо там решить какие-то уравнения правильные вот достаточно непростые как я понимаю ну условно но в общем то ответ достаточно такой нетривиальный получается вот здесь нарисован спектр вот этих состояний в зависимости от разности фаз да и в зависимости от прозрачности то есть если прозрачность барьера намного меньше единицы то они вообще не зависят от значит фазы и фактически себя представляют вот да значит да вот те те самые частицы которые в объеме всех проводника вот а если у вас барьер идеально прозрачный то они у вас вот так проходит через ноль то есть вот . фи равная пик когда они будут вообще имеют одинаковую энергию эти состояния значит чему они соответствуют я немножко расскажу позже то есть что означает то что система здесь или здесь вот и при случае конечной прозрачности вот возникает такое расщепление да то есть она может быть сколько угодно мало это расщепление и она зависит только вот соответственно от d то есть промежуточный случай так ладно хорошо значит про проси значит я не понял да это я очень как раз рассказываю ну вот ну и значит идея такая ясно что таких состояний может быть вообще достаточно много да то есть если это большая какая-то область то их там там какой-то может быть и континуум вот и то есть очень много но в принципе если это всего одна пара состояний то есть опять же если это маленькая область то можно ли вот сделать на этом кубит то есть вот эти между этими состояния сделать какую-то контролируемый значит ну контролировать еще раз есть пока два состояния да это да это случай двух состояний только до посетка это фактически означает да что значит во первых меньше длиннокогерентности и значит еще нужно сделать видимо ну то есть это же те же самые фактическом на проводимости то есть нужно сделать еще видимо гораздо меньше чем для мда ферме видим то есть это эти оба условия должны быть выполнены вот да сейчас я про это скажу наверное да и вот соответственно вот такая формула это описывает вот эти состояния в случае когда их всего два вот нет еще какие то значит да попробую немножко опять же показать формулы надо вообще-то говоря вот случай например слабой связи до баллистические он описывался вот еще вот значит моделью куликами амельянчука ну и фактически там было получено только фазовое соотношение вот но в принципе они еще тогда наверное еще не знали люди что вообще квантуется проводимость еще не было экспериментов по крайней мере и на квантовый случай эта форма также обобщается то есть вы нормальное сопротивление заменяйте вот на тот самый контактант мы получать тут n вот число вот этих каналов проводимости а вообще говоря значит случае большого количества каналов проводимости с произвольной прозрачностью описывается таким образом то есть у вас как бы для каждого канала есть какая-то эффективная прозрачность и в принципе ничего наверное ничего не мешает представить что там всего один канал в этой системе который имеет вот те самые уровни энергии которых мы уже говорили вот но опять же да только что мы обсуждали что длина волны ферме очень мало поэтому вроде как из всех проводника трудно сделать ну то есть либо вы наводите всех породимость какую-то да в том же двумерном газе либо вы там что-то другое делаете вот но соответственно еще сейчас я расскажу как это можно сделать на самом деле а да и в общем то идея использовать вот эти состояния как кубит она получила некое развитие то есть были у теоретические работы которые в частности ну как бы они вот посчитали там значит значит люди посчитали как бы сказать это правильно ну да в общем они написали эффективное действие там какое-то значит какие-то функции ли на посчитали но в итоге у них получился конечный ответ который фактически показывает что система может быть кубитом вот что тут есть некие эффективные значит константы которые пыляют ее поведение но это фактически вот все то же самое там у них эффективно еще есть гармонический осциллятор всегда да здесь но потому что всегда есть емкость индуктивность в такой это просто петелька сверхпроводника до которая разорвана вот тем самым точечным контактом да кто определяет с чем какая связь расщепление чем принять расщепление определяется фактически только прозрачностью этого туннельного барьера больше больше ничем вероятно вероятность носителя проникнуть через границу раздела коэффициент отражения да да то есть чисто чисто как бы были в баллистическом смысле ну точнее в смысле как бы волны распространяющиеся видимо так сейчас расскажу да да ну ну фактически значит ну что тут можно понять из этих картинок а вот это все вообще для одного канала проводимости нарисовано то есть уже один канал проводимости и значит надо еще сделать контролируемые вот чтобы это расщепление контролировать надо очень точно контролировать прозрачность но опять же да если мы видим что тут дельта у нас в дельта мы знаем что для алюминия дельта да это примерно там чат 45 гигагерц по моему вот я напишу соответственно если вы хотите попасть гигагерцовый диапазон то вы должны ну вот на уровне там близком к единице контролировать эту прозрачность вот ну как-то сделать это будет она должна быть не не значит прозрачность должна быть близко к единице то есть там того не пишут то у там что-то там 099 да да было чем не было было вот 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 это от прозрачности барьер да да сейчас да сейчас расскажу как контролировать да и вот собственно сейчас куда бы здесь рассказать или здесь я не знаю сейчас подождите а вот давайте да прежде чем мы обсудим как контролировать прозрачность значит вот вопрос а собственно что происходит вот как бы нам объяснить качественно что происходит вот на этих уровнях вот то есть значит тут тоже если вы посмотрите на картинке тут значит они все друг другу противоречит но вроде можно разобраться что происходит значит происходит вот что вот значит оказывается что вот эти два уровня они вот как это энергия равна нулю да это центр как бы щели вот они находятся по на одинаковом расстоянии от центра значит основное состояние соответствует тому что как бы у вас вас нету нету андреевских частиц или как правильно сказать боголюбский частиц нету вот на ночной этом уровне то есть он не заселен если вы заселяете то есть вы подаете ну например можно подвести поле до с такой энергией значит система сразу возникает такая пара то есть это вот андреевская пара которая заселяет уровень энергия меняется вот здесь они отсчитывают от от середины да ну да отсчитывать середину то есть каждая частицами энергии а и она вот эти частицы имеют еще разный спин то есть это как бы дать синглентное состояние это синглентное состояние вот а вообще говоря у вас возможно еще всякие процессы когда вы одну из частиц закидываете да в значит выше щели там где они должны быть эти частицы до сверхпродники а другая остается жить вот на этом уровне это эти состояния вот они называются нечетные ну понятно почему потому что одна сидит а другая нет вот значит они вырождены имеют энергию ну вот в этих координатах нулевую вот в этой статье значит они изучали спектр авторы изучали спектр и видели вот частности линии соответствующие вот этим всем процессом спектральной линии можно посмотреть а вот справа это вот как раз картинкой статьи тут они значит вот эти вот шарики они другой смысл нет это вот система на основном состоянии это вот значит вот этими нечетное состояние так обозначены а эта система вот за двумя частицами вот ну и соответственно а ну да все я все рассказал вот ну теперь собственно как это сделать можно сделать это можно не очень просто но можно значит это целая техника вот который еще 20 лет назад первый раз продемонстрировали значит надо сделать гибкую подложку значит подложка была вот в этой первой работе вообще металлическая по моему что-то написано фосфор бронз вот и соответственно на нее напыляли или помещали я сейчас не очень помню очень некий вот такой материал который называется каптон это некий такой полимер который в общем-то при определенных условиях он сохраняет свою гибкость даже вот при очень низких температурах то есть его специально как-то отжигали на этой подложке и он в общем-то оставался то есть в общем подложка до которая не трескается вот она гнется и назад вниз и вот это все уже да потом сверху нужно сделать вот такое сужение очень маленького размера как видно там сотни миллиметров или меньше и причем она еще подвешенная насколько я помню видно здесь или нет может быть этой работе нет вообще они подвешены а ну там вот значит а вот это из этой первой работы она подвешенная и соответственно когда вот его тут ломают видно что значит некие ступеньки но они на нужных примерно местах то есть в общем-то проводимость квантуется то есть они могут найти режим где у них а да значит это там от времени зависит от деформации то есть они просто они очень-очень хорошо контролирует дельта x и значит что-то типа там фемтометры там какие-то в час дрейф и и значит ну сейчас скажу там я не помню честно говоря 002 пикометра в час это да это это шум типа но это это как это фруктуации значит положи то не фен туда ну значит это просто какой-то прецизионный винт это даже не пьезо какой-то подвижка это просто типа шуруп какой-то вот там еще будут фотографии но они уже из другой статьи да и вот там еще есть картинка я не показал там это вот они подводят или наоборот отводят ночью они подводят отводят и видит как бы в обоих случаях видит что у них да я забыл сказать она значит чтобы это все было они ломают вот они ломают значит то есть она ломается и потом если назад идут то они могут найти вот это место где значит очень ну то есть фактически это когда в тоннельном микроскопе там иголка и то есть фактически они называют атомный контакт то что но они видят они видят что проводимость квантуется Значит, если это металл, да, и проводимость квантуется, значит, там реально один атом примерно. Что? Да, 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 атомы. Ну, там было где-то, да, это... Вот. А вот это уже из более поздней статьи, это вот тоже самое почти. Все то же самое. Ну, вот сужение только еще. Вот видно, что вот это оно висит, вот это вот подтравлено, а вот сужение. И оно тут висит, его ширина там 100 нанометров примерно. Вот. И, соответственно, вот у меня еще есть картинка, это вот какая-то, значит, структура, которая, собственно, использовалась для перемещения. Вот, видимо, вот тут, что я не очень, честно говоря, понял он сам, но что-то вот тут крутится, вот эта подложка явно лежит. Она здесь засунута частично, да, подложка, значит, и вот она изгибается, то есть, видимо, вот здесь она изгибается, как будто вы в одном месте. То есть, видимо, вот она как-то закреплена, и вот здесь она изгибается, а вот тут упор какой-то стоит, вот, как будто так. Вот. Ну и там видно провод для СВЧ-излучения, то есть это все, там еще был резонатор, поэтому надо было СВЧ подводить. Вот, значит, что еще? Так, сейчас, а где еще слайд? А еще был слайд? Нет? А, не было. Хорошо, сейчас подождите, а почему не было? А, ну не было, да. Вот, ну и, соответственно, вот структура, которая изучалась, собственно, в той статье, о которой я говорю, в общем-то все то же самое, да, вот это сужение, оно здесь. И вот они сделали такую петельку из алюминия, вот то самое, что считалось в теоретической работе, которую я чуть-чуть показывал. Ну и он связан вот с лям на 4 резонатором, этот кубит, у него, значит, индуктивная связь. Вот, значит, ну, наверное, да, можно написать формулы, соответственно, формулы нужны, чтобы посчитать G, да, будет ли там какое-то G значительное. Но ответ такой, что оно будет, оно определяется, ну, чем оно определяется, в частности, значит, свойствами этих андреевских состояний, да. Ну, как бы их главное свойство, что они однозначно связаны с током, который течет, то есть, условно говоря, вот через это сужение ток зависит от того, сколько там сидит частиц, как бы в каком состоянии вот эта квантовая точка, которая внутри. Андрей, где? Буква А? Нет, вот это оператор А, это, значит, они, а, это резонатор, это, это, это кубит с резонатором уже, да. Это модуль резонатор, они просто получили, что это описывает Джеймсом Каммингсон, и где? Вот это? А, это, наверное, фаза сверхпродящая, это вот от которой зависит состояние. Да, да, это разность фаз, разность фаз, да. Ну, в общем, суть в том, что G, оно обычное, то есть, оно огромное достаточно, то есть, это вот, это, это легко наблюдаемо, да. Да, 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 то есть ток зависит просто от того, что там, в каком, где там эти состояния, там есть. Да, есть формула для G, которая зависит, естественно, от дельта, но и от всего остального. А Тау-то же происходит? А? Это прозрачность, да. Да, там написано. Да, ну вот, от Тау зависит тоже от прозрачности, то есть от прозрачность. И, соответственно, так, сейчас, а где же спектры? А почему нет спектра? А, есть спектр, да. Значит, да, вот, собственно, да, ну, резонатор этот изучается обычными, значит, СВЧ-методами, то есть импульс на него посылается, он выходит, измеряется, усиливается, измеряются квадратуры, то есть все. Это для случая, когда есть только два состояния? Значит, да, это для случая, когда есть только два состояния, то есть, вот они получили спектр, собственно, вот этих андреев. А это же одна работа? Да, да, это уже основной работе. То есть, они... Вот здесь. Это вот то сужение, которое ломается в итоге. Но смысл в том, что они, да, значит, если они очень претензионно контролируют это смещение, и они фактически могут, ну, подкручивать. То есть они... Что? Да, тоже ломают, конечно. Это алюминиевая петелька. Вот который... Просто алюминий. Это, да, это вот такой, между сверхпроводниками, да. Это сверхпроводник. Сверхпроводник. Что? А здесь надо, типа, сильнее подавить или смотреть? Ну, не совсем, смотря какой кубит. Если мы этот самый говорим про... Какой кубит? Этот кубит меняется, сама энергия в оптимальной точке меняется. Так, можно вот это фи менять, а фи меняет расщепление, да? А фи, да? Нет, фи меняет не расщепление. Фи меняет, значит, вот надо вернуться сейчас. Фи меняет вот, где мы сидим на кривой, а расщепление меняет прозрачность. А фи меняет фи, тогда это ток. А фи, это да, фи это внешний поток. Правильно, но если вы можете контролировать или просто делать разную прозрачность, вы меняете вот это расщепление. А зачем поменять, когда можно просто таки поменять, а поменять, что у нас стоит? Так надо же кубит сделать, вот в чем дело. Значит, чтобы сделать кубит, надо, значит, да, кубит, вот эта точка оптимальная, да, где энергия не зависит в частности от потока. И вот это расщепление определяется только отношением дельта и, значит, чем это? И прозрачность. Да, да. То есть эта точка просто оптимальна, но здесь нет чувствительности по потоку шуму там. И вот это же расстояние, оно не совсем попадает в рабочий диапазон. То есть вот это гигагерцы, да, ну, сотни гигагерц там почти. Но это значит, значит, что он какой-то данный, значит, фи, то есть фи, то есть такой. Фи, то это не проблема. Очень точно надо прозрачно зафиксировать. А почему не проблема? Ну, потому что фи это магнитное поле, магнитный поток, который пронизывает эту петельку. Фи, то есть у вас там священник, которая уже большая, а вы на вас показываете. То есть вы важная задача, я так проходит, чтобы вот здесь все гораздо не верят. Да. Ну, то есть, да, это что они... Ну, вообще, задача в том, чтобы просто в этот режим попасть, я так понимаю, даже сделать один квант, наверное, не очень просто в такой системе. Ну, один квант, два уровня сделать, чтобы было. А он до этого показывает точный контакт уже? Да. Но точный контакт, он еще должен давать правильное значение, значит... Очень близко к единице, да? Очень близко к единице, да. Да, вот у них есть... Не, ну вы можете сделать... Нет, значит, еще раз. Еще раз. Вот это... Не, ну вы можете отойти немножко, но вот это вот расщепление... Вот это расщепление не зависит от φ, оно зависит только от прозрачности. Я понимаю, вот где-то на берегу вам можно помочь, то есть, и... Ну, это не проблема, это как раз очень просто, да. А вот то, что нужно сделать, нужны прозрачности. Вот, например, вот этот спектр, да, это вот фактически двухтеновая спектроскопия, то самое, и вот линия вот этой точки фактически вот она. А здесь это магнитный поток, да? Да, это магнитный поток, да, в петельке. Вот это вот, соответственно, вот это значение получено при прозрачности... Сейчас скажу, какой, где-то тут написано. Она какая-то очень интересная, в том смысле, что... А, вот 0.99217, вот. То есть они говорят, что они до пятого знака контролируют прозрачность, опять же, вот, да, измеряя энергию вот этого. Каким еще раз там, состояние перехода там, про четные и четные? Значит, да, вот этот переход, это между двумя четными, то есть это пустое, да, и две частицы сидят. Вот, а вот этот, эти состояния, которые... Вот, короче, вот эти же и Е... А, это фактически, то есть это тоже СВЧ, которое через резонатор доходит до кубита. То есть оно просто попадает немножко... Через резонатор, короче, драйвит. И, соответственно, вот, ну, ясно там, если это Джейнс Каммингс, то то же самое, да, энергия резонатора зависит от кубита, вот можно и дисперсионный сдвиг. А вот эта линия, и вот здесь она видна, в частности, что резонатор не пропадает, вот, в антикроссинге, это как раз в связи с того, что вот эти состояния, О, да, от слова О, это вот эти состояния, которые плохие, как бы, вот они... Ой, а где они? Ой. Да, ну, нет, туда нельзя возбудить, вот, на этой частоте, вблизи, потому что... Так, что такое? А, да. Сейчас. Туда нельзя возбудить, вот, на этой частоте, на частоте ЕА. Там нужно другие переходы драйвить. Сейчас, где? Вот, вот это состояние, вот это состояние О, это два состояния, когда у вас сидит одна частица или другая частица на вот этом уровне. А они по энергии не разнесены? Они не разнесены. О, одинаковые. Сейчас я хотел как раз... А они не снимаются так? Вот, нет, не снимаются. Вот, вот так выглядит. Вот это состояние О, у них энергия не зависит ни от чего. А вот эти состояния, они как бы, ну... Они, короче, вот эта пара, да, как бы, она когерентная, у нее зависит от Фи. А в жизни с третьим, это зависит от О, а они для них не зависит? Ну, вроде да. Ну, потому что энергия нулевая. Нет, ты нет, сейчас. То есть средняя энергия получается ноль. Или, ну, а не средняя даже получается ноль. Ну, в общем, для них резонатор, он не смещается. Вот тот факт, что они видят... Ну, потому что... Ну, там гаметлиани, там нет О вообще. Гаметлиан-то можно? Тут вообще О нету, здесь только вот это... Ж зависит от... А почему? От потока, что... Ничего, нансенс. Что у нас же... А в потоках... Это поток, я же говорю, это поток, вот, дельта. Это поток магнитный. Это поток обычный, который в потоковом кубите в петлю светит. Это просто, ну, разность фас на берегах этого... Нет, здесь... Это не коллективная степень свободы вообще. Это не коллективная... Там, в апстрахте, говорится, я не сказал, кстати. Ну, тут написан ответ, я, честно говоря, не проверял, как ее точно вывести. Ну, вывести, ну, принцип такой, что... Это самый... Есть, ну, что тут выводить? Вот есть такой член, который связывает ток в резонаторе и ток через сужение. Ток через сужение зависит от дельта. Ну, и все, дальше все там получится. Да. Ну, тут... А что тут еще? Здесь... Это и есть. Здесь все дельта, оно здесь падает фактически. Ну, ладно, еще на индуктивность. Ну, индуктивность это очень маленькая, по-моему. Ну, это на другую статью, что это... То есть здесь это не сильно объяснено. Чтобы это объяснить, надо вот всю микроскопическую теорию там записать, я так и понимаю. В общем, я не могу ответить сходу, как он попадает. Ну, вот, наверное, не про это вообще спрашивает, а про то, что вот как здесь получилось, да? Ну, вот так, наверное, попадает, нет? Нет, ну, сейчас... Ну, оно же всегда так как-то попадает. Не, ну, это не оператор. Ну, здесь-то оператор вот есть. Ну, я, может быть, не все выписал, да? Надо посмотреть. Ну, сейчас, ну, и А, нет, ну, и А зависит, да, это сверхток, он зависит... Это этот же ток, который течет вот здесь, через сужение. Этот сверхток зависит от, однозначно, от состояния частиц вот в этом, в этой, значит, точке, в этом контакте. То же самое, как потоковый, то же самое, как и Росквит, только там нету этих, вот этой одной, значит, двухорвневой системы. То есть это похоже на каждой из... Да, 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 именно так, именно так. Это вот некий... Это не уравнение. Не, наверняка там есть какие-то тонкости, то есть я не думаю, что... Ну, надо читать другие статьи, так надо. Я так сходу не объясню, честно говоря. Вот сверхток, который течет здесь, зависит от того, в каком состоянии вот эта точка находится, на каких уровнях сидят частицы. Была. Была. Нет, это вообще вот здесь... Нет, нет, здесь вообще один. Ну, да, да, да. Да, да. Видимо, так, да. Конечно. Вот они, вот, вот. Вот эти. Тоже от фи зависит. Тоже от фи зависит. А вот, ну, а дискретность берется, это уже свойство вот этого сужения. Оно должно быть достаточно маленьким. Фи и дельта? Ну, здесь это, здесь фи это то же самое, что там дельта, да. Ну, я тут уже... Ну, в том-то и дело, то есть, они вообще не знают, то есть, у них разломалось, потом они немножко назад делают, как оно там выглядит, то есть, это значит, очевидно, что если да, то есть, это на уровне одного атома наверняка. В том-то и дело, то есть, они подтверждают, у них есть где-то, я не привел, но у них есть данные для точек, где больше одного, и они вроде как видели, что больше одного. То есть, здесь они уверены, что одно, то есть, они даже не это, не сомневаются. Вот, то есть, и в частности, вот этот вот спектр, да, соответствует прозрачности, там, 0,99 и там еще три знака, то есть, они контролируют очень точную прозрачность таким образом. Ну, она связана с, да, вот с деформацией подложки. Вот. Ну, а дальше, на самом деле, ничего интересного, дальше обычное измерение кубита в резонаторе. Да. Ну, по той же причине, почему любая двухкруглая система, ну, потому что они чувствительны к току, а ток, это, знаете, если ток можно навести, то все, ты можешь перевести систему, видимо, так. Ну, короче, там все эти вот переходы, вот они тут были, сейчас, они тут были все на другом, вот, вот эти все переходы, сейчас, вот эти все, они все реагируют на поле, их всех можно увидеть, как они от фазы, от фазы там зависят, вот, это вот в этой статье еще до этого сделали. То есть, это вообще давно изучается, эти системы, не так, что. Ну, они вообще-то вырождены. А, нет, между, вот, 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 вот этот процесс. То есть, вот, когда здесь сидит пара, ты посвятишь на этой частоте, и одна частица попадает, вот у нее такая энергия, ты святишь на этой частоте, и одна частица попадает в континуум в квазе частиц. Ну, ну, огромная. А, сон, гигагедерс, как говорится? В зависимости, не, ну, дельта, дельта это сколько, вот 40 гигагедерс для алюминия, например. А, сон, гигагедерс для алюминия, например. Ну, конечно, да. Ну, короче, вот, да, и есть еще другой процесс, когда отсюда взяли две, одна попала сюда, одна попала сразу туда. Вот. Это вот три процесса тут нарисовано. А? Не, не, ну че, случайно, вот это же очень большая частота, если ты не светишь на этой частоте, у тебя там шума нет на этой частоте. Значит, эти состояния, вот сейчас будет картинка, вот эти состояния, они все время там есть, от них не избавиться, ну, по крайней мере, не удалось избавиться. Вот, есть картинка, они записывали фактически, да, квадратуры от времени, и какой-то использовали там, как это называется, короче, какой-то, наверное, численный пакет, hidden mark of toolbox, я не очень знаю, что это такое. В общем, они максимальную вероятность, видимо, выбирали, да, исходя из вот этих облаков, которые померяны для разных состояний, точки. Не, 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 это, это померяно много раз, да, то есть это просто, ну, как это, гистограмма типа, что-то, да, вот, а потом, вот, видно, что половина времени примерно, вообще-то, система еще проводит. Это, это, это квадратуры IQ, того, что вы, короче, резонатор, пропускание резонатора от времени, одиночный трейс, неусредненный, как я понимаю. Да, где вероятнее всего, в ком состоянии находилась система, ну, и они говорят, что вот они видят, они видят, как скачки между G и E, то есть они говорят, что это типа квантовые скачки, да, они видят скачки между E и O и E и G, они говорят, что это скачки четности, ну, хотя это просто какая-то игра слов, то есть просто система иногда теряет частицу, а иногда не теряет и все. Потому что, объясню почему, можно, потому что вот это вот расщепление, такая прозрачность, вот такая, что-то, они встали в эту точку и прозрачность была 0,99, так, сейчас, короче, вот так, вот так, она, да, конечно, это зафитовали просто, вот, но они очень хорошо контролируют, у них там есть, еще другие системы, то есть Ну, что они случайно, они очень хорошо механически двигают вот этот, да, изгиб? Конечно, нет, значит, я так понял, они сначала ломают, то есть вот есть, вот ей потом чинят, вот есть сужение, вот тут сужение, да. Вот они когда сломали, разогнули, вот оно стало как-то так, да. Вот назад, когда назад возвращаешь, но где-то как бы, ну, начинает соприкасаться чуть-чуть. Ну, вот про это ничего не сказали, но, наверное, от времени, видимо, нет, если бы от времени очень сильно зависело, вот это так не померилось, я думаю. Я думаю, да. Вот я думаю, там какой-то прецизионный механический типа винтика что-то, то есть там даже не пьезо, не пьезо. Наверняка, да. Нет, я думаю, там просто чуть-чуть подвинули, они уже 20 лет занимаются, вот у них, это саклей, да, то есть они через 20 лет, да, получится. Поломать, да, один раз сломать, да, 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 если ты ее 10 раз постучишь, нам, наверное, уже не будет хорошо работать, я подозреваю. То есть это, это вот как с этими, ладно, не знаю, с чем. Нет, нет, вот я же знаю, вот этот самый, есть туннельный микроскоп, где это все контролируемо, потому что сделана игла, у которой тут очень маленький радиус, там, я не знаю, несколько нанометров, и она подводится, и ты видишь ток и обратная связь, тогда ты останавливаешься. У них нет, кроме вот этого у них нет. Ну, они могут там проводимость померить, наверное, это тоже что дает. Ну, вот я знаю про иголку, вот если иголка-то и воткнулся, хорошо, она становится вот такая тупая, на самом деле, и там ничего не видно, то есть ты не знаешь, сколько, ну, в разных местах она контактирует, то есть если ты механически тут испортил, то тут уже не будет, скорее всего, режима, где один квант, но я не знаю, это надо, не знаю, короче. И это линия, которая соответствует чего-то этим вот состояниям O. Это O, которое не перестраивает, да, резоната. Кто? Какая? Вот эта? Вот здесь почему? Да. А, это резонатор. Да. А это тоже резонатор. Но это одно и та же линия, что это значит. Это не смещённый резонатор, который… А, это частота перехода или G-E? А G-O не-то? G-O, нет, здесь нельзя. Вот на этих частотах нельзя перейти из G-O. Там нужно на другой частоте светить. О само переходит стихийно и очень часто, как можно видеть. А оно пошло? Да. Ну, я не знаю, что значит. Мерили температуру или нет? Да, какая-то. 10 миликель, не знаю, какая. Наверное, низкая, я подозреваю. 30 миликельвин. Это сам механизм, который подложку ломает. Так, кто переключает светание, когда вы начинаете на звуке? Что переключает? А потом, наверное, это нет. Ну, видимо, это инфракрасные фотоны на частоте 40 ГГц, может быть. А может быть, это… Возможно. Вообще, у них есть медный щит, который вроде как должен спасать немножко. Ну, вот про это, кстати, они не сильно пишут. Я не помню, чем. Я не вижу. А какие-то инфракции? Ну, наверное, это могут быть какие-то тоже в подложке что-то, может быть, теоретически. То есть это, да, как вобыть… То есть это просто какие-то уровни, которые там есть. Ну, правильно, но когерентная манипуляция, вот это первый раз. А новое, что… Вот сейчас покажу. Вот новое, что померили радиоосцилляции. Это еще оказалась когерентная система достаточно. То есть Т1… А, а в правильной манипуляции пока не было? Ничего не было, да. Ну, обычными методиками, значит, это вот спектроскопия импульсная. Померили тоже зависимость этой самой ширины, этого самого кубита от фазы. Вот. Она соответствует гамма-2, как они пишут, ну и как-то на самом… Гамма-2 дефазировки, определяется дефазировкой ширина линии. Вот. Соответственно, сейчас, тут еще где-то будут картинки какие-то. Да, ну вот Т1 померили по обычному затуханию, он 4 микросекунды. Вот. Т2 очень плохое, ну, наверное, вот это как раз потому, что все время все переключается между состояниями этими. Вот. Но им помогает сделать спинного эхо, и Т2 становится получше. Там в среднем порядка микросекунды они пишут, там есть данные других образцов. Вот. А вот это здесь, что нарисовано, это Т1 в зависимости от потока. А, значит, голубая линия – это, значит, этот самый затухание через резонатор за счет эффекта парсела. Да. То есть у них ясно, что в блюде резонатора все эффектом парсела описывается, но есть вот этот вот еще добавочка, которая… Вот эта коричневая, эта голубая, плюс добавочка, не зависящая от фазы. То есть они вот не знают, что это, но они нашли какой-то шум, независимый от фазы, то есть… Ну, нет, это про низкочастотные флуктуации. Если есть низкочастотная флуктуация, она здесь открутится, потому что… Что значит мягкие? Любые могут быть, нет, не мягкие должны быть. Нет, это дефазировка же, дефазировка же она. Т2 это про дефазировку, которая может быть чем… Ну, не обязательно переключение. Ну, переключения, если они достаточно редкие, вот они происходят достаточно редко. Если ты… Вот это время короткое, если ты подождал, потом назад… Сейчас, не, неправильно, неправильно, сейчас неправильно говорю, подождите. Сейчас. Вот, значит, анализ вот этих вот трейсов говорит, что характерная частота 50 кГц переключений. Да, 50 кГц – это все-таки достаточно редко или часто? Давайте садим. Очень редко. А, вот, вот, все. Вот это, я вспомнил, вот это, значит, это же усредненная картинка. Вот, и если переключения редкие, то вот этот 38, он определяется тем, что на одном измерении у вас одно, одно, как бы, да… Ну, короче, между разными измерениями фаза скакнула. Вот, а если вы так делаете, то вы это делаю компенсируете, потому что вот эта вот небольшая отстройка, она два раза, она в разные стороны крутится. И поэтому вы это, значит, как результат накопления измерений, вы компенсируете. Поэтому вот эти килогерцы можно компенсировать, когда спиновое эхо. Ну, это стандартная вещь, я, может, неправильно сейчас, ну, нечетко рассказываю, но спиновое эхо убирает низкочастотные фруктуации, это известно. Вот. Частоты, да, частоты. Да, наверное, точно. Частоты с позрачностью, да. Сейчас скажу. Нет, ну она, конечно, дрожит, она не может не дрожать, поскольку это механика. Это фактически туннельный микроскоп на чипе, но, конечно, она дрожит, то есть это очевидно. Она не может не дрожать. Вот. А другое дело, что связаны ли вот эти четности с механическими шумами, я не знаю, может быть, и связаны. Но это я не очень понял. Они, наверное, про это… Да, но они говорят, что есть какой-то потоковый шум. А, ну, собственно, все. Вот, поскольку впервые показано, то ничего кроме этого и не померено. Ну, собственно, вот система получилась когерентная относительно. То есть это я бы сказал, что это удивительно, да. Она все-таки не, значит, не макроскопическая степень свободы, а именно одиночные, значит, частицы, которые сидят в точечном контакте. Ну, собственно, все. Сначала. Вот, я не знаю, я могу отсюда открутить. Вот сюда. Если вопросы есть какие-то. С гейтами с какими? С двухкубитными? Не, не, тут как бы, да, здесь… Ну, это однокубитные гейты, вот, работают вот так. Не, я не знаю, ну, как бы… Не, сейчас, а почему нет? Нет, ну, можно… Нет, что, а можно связать вот эти самые петли, наверное, чего-нибудь. Не, ну, а, ну, правильно, да, да. Да, трещина будет одна и та же, скорее всего, да. Да, если они два этапа, то это вот карьерный ДН. Не, ну, я думаю, там не два этапа. Ну, в общем, смысл, да, смысл в том, что, наверное, не сделаешь… Не, ну, вообще можно в разных местах, да, будет трещина. То есть, как у нас магнитный поток, когда плохо, да, значит. Есть кросс, эти самые, кросс, да. Не, ну, один кубит сделали, вот, и хорошо. А вот это как раз дрожит, но еще в этой статье написано, что у них, ну, очень-очень маленькие амплитуды вибраций. Не, ну, очевидно, там есть какая-то виброразвязка. Не знаю, какой, не написано какой. Не, ну, там точно есть, да, наверняка там есть. Да, ну, я думаю, с этих пор они еще улучшили, возможно. А, 96-й. Не, 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 вот это 96-й, это показали, что квантует сопроводимость, вот если ломать constriction. А после этого, а дальше, вот это уже, 14-й год, это вот они просто мерили уже. Тут уже спектр есть какие-то вот этого кубита. Не, ну, да, ну, понятно, да. Ну, то есть это не сухой, скажем, да. Да. Все тогда.